друзья всем привет много тут вопросов в комментариях пишут что у нас тут происходит друзья я пошел в отпуск и я дома сегодня целый день прозанимался велосипедом устанавливал там новый мотор не все еще запчасти пришли а сейчас связи с ситуацией и по зону теперь она непонятно когда доедет завтра буду делать а так друзья ну что сейчас тут посходил на улицу прошелся по магазинам хлеб короче молоко вымели объясню чем проблема у нас же здесь снабжение идет по м4 при нынешнем конечно капитализме она друзья у нас вы знаете как во многих регионах большинство складов и так сказать промышленности регионально она просто была уничтожена уже давно и соответственно у нас снабжение идет через ростов там и так далее а сейчас в связи с событиями которые происходят перекрыта трасса м4 даже говорят что в каменск какое-то время проезд был закрыт даже то есть отсюда с микрорайона по просвещенной дороге в каменск на въезде разворачивали не пускали у нас один товарищ вот ночью работал пытался потом после смены доехать и его не пустили вроде потом вернулся назад машину поставил на заводе в результате доехал на электричке вот в каменске каменске не знаю но я думаю что тоже принципе все тихо ничего тут особо у нас не происходит только что трасса перекрыта вот на микрорайоне все тихо тоже но в связи с тем что трассы перекрытые подвоза продовольствия могут быть проблемы соответственно но основное то что быстро портится это вот и завозится небольших количествах это молоко вот хлеб яйца их разобрали так принципе магазина все ей все спокойно все нормально друзья ну как бы следим за ситуацией за этой всей непонятной да конечно много проблем много вопросов к тому же шойгу и к владимир владимировичу много вопросов кадровой политики изменения этой всей но мы никак не можем на это повлиять но конечно то как поступает сейчас вагнер это тоже друзья неправильно потому что ничего хорошего это не даст не знаю от нас ничего не зависит будем короче друзья следить за ситуацией я с бабушкой на хозяйстве мама уехала в луганск тоже непонятно у него друг звонил говорит что днр вроде на выезд въезд закрыли то есть что с луганска тоже вот новости читал что чвк вроде продолжает выезжать у них там расположение было под луганском вроде продолжают выезжать то есть ну им особо препятствия вроде не чинят вот хотя вот видите печально что несколько вертолетов была сбита непонятно то ли они летели по заданиям то ли еще что-то ну короче печаль вот такая ну вот так вагнер идет на москву здесь тоже что-то в ростове творится ну пока непонятно ахмат туда подъехал ну я все-таки считаю что нужно политическое решение надо договариваться кровь не должна литься потому что так сказать кадровых перемен как не было как и нет не дай бог сейчас вот это будет какой-то замес мы потеряем просто хорошие кадры которые могли бы на фронте послужить бы гораздо с большей пользой поэтому я считаю что владимир владимирович конечно должен договариваться но не знаю не уверен потому что все таки у нас что-то мне кажется кремль он живет в каком-то параллельном мире отдельном в других реалиях других этих не знаю друзья но опять же революция переворот это не выход потому что будет еще хуже друзья это надо понимать если ты хочешь историю ты видишь все это как происходило ну а так люди у нас гуляют микроруни все тихо спокойно ничего никакого такого паники движения ничего такого друзья нет в общем будем следить за ситуацией надеюсь что все таки договорятся они как-то порешают потому что у нас есть большой враг конечно снаружи внутри есть проблемы которые надо решать на кадровая политика это да много вопросов и к шойгу и к набиулиной и к другим многим товарищам но опять же переворот революция друзья это не выход ладно давайте не знаю буду что-то снимать или нет если будут как-то события разворачиваться но может какие-то еще такие небольшие видео друзья для вас запишу со своими размышлениям о событиях а так пока все нормально все жив здорово все давайте друзья всех благ за мир переживем все это дай бог революции не будет